МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Центр Европы". -"Только х** я круто, х**!" -"Хм!" -"21 век". -"Тихо, тихо, 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 не ровно". -"Потросим машину, а?" -"Давай санксором". -"Давай потросим машину подъем из янтарьки". Украинское полесье, благодаря крупным янтарным месторождениям, становится настоящим форпостом для нелегальных копателей янтаря. -"Пустили с белого дня на полях, х**, х**, х**". За несколько лет власти на всех уровнях так и не смогли создать понятное правило добычи и оставили копателей в коррупционной тени. Показали и сливки золота, и большую коллекцию часов. -"Подорвем". -"Последствую, тихо, 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 тихо". В результате чего нелегальной добычей занимаются даже дети. -"Тут стыкало вода, интересно, тут янтарь понимаю". Нелегальных копателей давно не смущает внимание правоохранителей. А в местных отелях десятками останавливаются скупщики нелегального камня из Польши и Китая. Украинские сенсации снова в центре янтарной лихорадки. -"Идем дружить с местными добывателями драгоценного камня янтарь. Увидели их недалеко". -"Как думаешь, подрожитесь?" -"Я думаю, да, что со мной не дружить". Что изменилось в жизни украинского полеса со времен масштабных зачисток бурштейновой мафии, которые, однако, так и не привели к легализации добычи? -"Так, а куда они втевают тут?" -"Некоторые самые умные, они хоть, слава богу, там дом там строят, какой-то, может быть, дейскость, а некоторые просто... Как живут правоохранители, свезенные сюда со всей Украины для поддержания порядка в неспокойном регионе? Пока власть решается на разработку правил игры. -"Стреляли, эта машина перегрунулась". -"Двое колес за раз, с левой стороны стреляли, но... И где обитают партизаны украинского полесья. -"Движись". -"Десять секунд можно ваших, ребят? -"Да не текайте, пацаны, мы не менты". -"Да, мы не текайте". Реальные масштабы нелегального бизнеса. -"Это камень, который мы официально добываем 3 тонны в месяц, в риг, в риг, на рынок только больше, завозим 30 тонн. Вот вам вся ответственность". Села, отрезанные от цивилизации. -"А что, а как вы без дороги взяли? Вы не подчините. -"А? Вы не подчините". -"Десять лет уже, будете его возим его". -"А где последний город смотрит на гости?" -"А-а-а-а". -"Люди шел". -"Люди шел". И как работает международный рынок сбита украинского камня? -"Так завжди ціну на черном рынку диктовал святофильный рынок. Потому что, ну, власне, чему сформовался вот этот черный рынок в бурштину сердца? Для того, чтобы задовольнити величезный святофиль. опыт. Янтарная лихорадка. Новый сезон. Смотрите только в украинских сенсациях. Жилы, которые питают бурштыновую лихорадку, залегли аккуратно территорию украинского Полесья. Болотистая и труднодоступная местность сделала этот край максимально обособленным. Сюда практически не проникали оккупанты. Территорию так называемой Полесьской котловины обошли стороной гитлеровские войска и оставили у себя в тылу людей, которые стали отцами украинской повстанческой армии. Леса и болота, которые окружали населенные пункты, сделали идеальным введение партизанской войны в этих местах. Именно здесь поролись воины УПА и добывал свою славу Ковпак. Густые леса и непроходимое болото обеспечили этим местам максимальную обособленность на протяжении не только Второй мировой войны, но и десятков лет спустя после разгрома гитлеровцев и прихода советской власти, что сформировало свое понимание государства и закона у потомков полеських партизан. Исторично так склалося, что государство им ради никогда не давало. Причому ранее просто не хотело, там собі какие-то люди живут, что-то делают, ну и хай там живут и что-то делают, ну або не живут и не делают. Ранее такая логика у государства была. А потом логика у государства была, ну и если на них можно, грубо говоря, попаразитовать, откласти даниною, то сейчас люди это осуществляли, и они понимают, что они величезные деньги отдали просто в никуда. И начали частину этих денег отдавать не просто в никуда, а вкладывать в ареал своего иснования. Мамки, мамки! Мамки без страха! Прошу вас на люди! Чем північніше и чем глухіше села, тем больше ментально люди переконані, что держава, понятійна, вона им винна щось. Вона им винна пильги, газ, светло, школу. Янтарь тут добывались задолго до того, как образовалась независимая Україна. Поэтому своё право копать солнечный камень местные отстаивают так, как считают нужным. До весны 2016-го просторы Ровенщины выглядели приблизительно так. Затем украинцев сколыхнули новости о масштабных задержаниях копателей и силовиков, причастных к добыче янтаря на Западной Украине. В операции на территории Ровенской области участвовало более 400 человек оперативников. Ошеломлённые телезрители увидели изъятые броневики копателей. А министр показал преступную схему со множеством фамилий местных чиновников. Выделенная схема преступления, которая документирована и которая сегодня реализуется. После масштабных облав от правоохранителей централизованные взятки на жаргоне копателей облечивание пропали как явление. Местные ждали, что власть после этого начнёт процедуру выдачи лицензий на геологическую разведку и добычу. Но в Киеве, по всей видимости, не могут поделить янтарный пирог. Поэтому... Клеси в партизане на 90%. Там выбрали собі модель масового непокора. Люди виходят на работу, причому мова йде про тисячу, півтори, дві тисячі людей в населеному пункті, з населеннями в 4-5 тисячі людей. І вони за рахунок масовості не розуміють, що жоден оперативний штаб їм рада не дасть, тому що об'єктивно він їм рада не дасть. Я такий, що просто ти приїхав, собі поставив і працюєш? Так. І так, або зловили правоохоронців, або не зловили, так? В Клесові обитає чоловік, которого многие причисляють к участникам преступной схеми, опублікованной министром внутренних дел. По славной українській традиції, Александр Васильев параллельно займає должність депутата Ровенской облгосадміністрації. Ми суміли договоритися о встречі з ним в місті, який до сих пор правоохоронців посіщають, як правило, во время спецоперацій. Приїздять бійці, посваряться з місцевими, місцеві заберуть лопати там на кілька годин, поїдуть бійці, місцеві повертаються з лопатними там чи з помпами. Ну і гідів, власне, ніхто не ховається, ніхто нікого не боїться. О тому, що в Клєсові йдет добыча партизанським методом, можна убедиться ще на під'їзді к дому іспанця, як окрестили депутата Васильева містная. По обочинам дорог, не пряча, стоять наблюдательні посты. На жаргоні містних – фішки. Задача цих ребят – отслежувати появление правоохоронителей, щоб силовики не мешали їм делать це. Ёб***ь! Класс! Побеждённая незаконная добыча солнечного камня в цих краях, похоже, не знаєт о своєм проигрыше. Мы ехали сюди по приглашению депутата Васильева, поэтому на нашу машину на обочине копатели реагировали спокійно. Вможе, може, знову столкуватися також трохи? Не, не. Ми до красного речіли. А, не? Не, не. А хтось, хлопчик, може? Не, ну не заняты, в них отлично зарубляється. По разным подсчётам, объём теневого рынка янтаря в Україні приближається к отметке в 300 тонн камня в год. В то время, как легально в 2015 году добыли только 4 тонны. По внутриукраїнським расценкам, это приблизительно 300 млн гривен. По разным данным, в Житомирской, Волынской и Ровенской області в незаконной добычі задействовано 224 і 169 гектар, соответственно. Экосистема тысяч квадратних километров столетних лесов превратилась в лунний ландшафт. Иронія в том, что почитаемый во всём мире украинский янтарь может стать вдвое дороже в случае его легализации и приносить прибыли, сравнимые с миллиардными траншами от Международного валютного фонда. Но отрасль упёрто остаётся в тени. Из-за бездействия властей, которые не могут определить процедуру доступа к этому бизнесу. 99% украинского янтаря составляет янтарь-сырец. Пересекая нашу границу, камни попадают на польский рынок. Их обрабатывают, и цена вскакивает вдвое. Таким образом, Украина играет роль нелегального сырьевого придатка, который снабжает весь мир отменным товаром за смешные для цивилизованного рынка деньги. Ну а зараз, кака вот, например, за змину, сколько можно? Вот так, приблизно. Как ни странно, местные также видят решение проблем в легализации своего вида деятельности. Они тоже за легализацией, но они нас не чуят. Нас Верховная Рада не понимает совсем. Они совсем не понимают нас. Они нас делают тут бандитами. И они не хотят понимать. Воно заходит, мова за легализацией, то они сразу, что мы бандиты, мы все это... Мы уже два роки стояли, не давали сами, просили хлопцы не робить, легализуют, легализуют, ждали. Да и что ждать? И что мы стоим, она уже зарплата не идет. В унисон к лесовским копателям, говорит и депутат областного совета. Из Верховной Рады немае закона для людей про легализацию. И они, ну, люди так, трошечки уже никому не верят. Зараз люди самоорганизовываются, больше, знаете, в группы. И бедствуют свое майно и бомбы сами. Как видим, натерпевшиеся от государства копатели много в чем сильно не согласны с Верховной Радой. Люди уже знают точно, какой модель они хотят. То есть сейчас не пройдут вот эти там игры, в которые пытаются играть с заведением великих корпораций, на великие делянки. Там какие-то патенты, местных брать на работу. Ну, нет, все, это не будет работать. То есть, ну, выключена модель старательских артилл, и такая, как в Белоруссии, або в Польше. Треба рубить той закон, або какую-то постановую от кабинета министров объединивать их в те старательские артиллы, брать державе в свои руки, там закупившись у Гамбурштана, под население, и рухать все напрямую. Коррумпированность всего этого бизнеса подтверждает тот факт, что уже сегодня механизм легальной добычи как бы существует. Однако бизнесменов от легализации отделяет множество препятствий. Отсутствие разрешений на землепользование, геологическую разведку и, собственно, добычу. Чему в нас есть сейчас проблема? Чему не выдобывают? Ну, напевно, в тех масштабах, которые бы можно было. Только потому основная причина, что ни одна областная рада за последние два года не дала ни одного погоджения. Вот как поступили с желающими вести честный бизнес работники Ровенской облгосадминистрации, где работает тот самый депутат Васильев. Берем Рівне, да, как пример. Ну, где есть больше, где есть запасы, затверджения, где есть какая-то информация про то, что там есть, какой это бурштейн, количество его и так далее. Там есть дозволение на использование надрами на выдобывание. Не погодило ни одного решения другим, там, приватным, государственным компаниям на выдобывание. Никому. Впрочем, знающие люди утверждают, что такое разрешение блокируют из Киева, где добычу янтаря хотят взять под контроль. Пока Киев и местная власть ищут компромисс, люди в некоторых отдаленных селах начинают жить по своим правилам и налаживают бык без государственного участия. В Клесове, от в 2014 році виникло таке поняття, як самооподаткування. Это не все бурштейнчики, это частина старателей, нынешних, колишних, там, навіть уже бизнесмени, просто легальные бизнесмени до них доедались. Створена низкая громадских организаций, на базе которых, ну, працюют благодейные программы, будем так говорить. Ну, и, власне, цим коштом они закупили на тот момент перший, единственный в Рівненской области реанимобиль. Вони відремонтували школу, дитячий садок, зараз вони ремонтують спортзал, спорудили два, один парк, вернее, спорудили с дитячими качельками. Ну, а заработать денег в этих местах не вопрос. Добывают бурштин здесь все. Не скрывает своего прошлого и депутат областного совета. Партизанщина распространяется на все гремевшие в прошлом места централизованной добычи. Мы направляемся в село Дубровица. В начале июля 2016-го отсюда на вертолете забрали в СИЗО бывшего начальника местного райотдела Сергея Родзина и его коллегу Анатолия Смоленца. С тех пор тут провели ротацию всех местных силовиков и порядок в районе села Дубровица был вроде бы восстановлен. Однако... А там попереду я так вижу, что тут, ну, от нас метрів 300-400, две людини. Я так понимаю, что это скорейше за все фишки? Нет, просто так, посеред дороги, где нет ничего под деревом стоять. Рыбники, наверное, в поляк берутся. Ну, знай, я слышу фишки. Уже на подъезде слышим звук работающих помп. Но приближение автомобиля на киевских номерах замечают посты копателей и помпу успевают заглушить к нашему приезду. Идем дружить с местными добывателями. Драгоценного камня Янтарь. Увидели их не дружить. Как думаешь, подружитесь? Я думаю, да, что со мной не дружить. Однако сегодня копателей немного. И на контакт с нами они упорно не хотят идти. 10 секунд можно ваших, ребят? Да не текайте, пацаны, мы не менты. Повсюду находим следы свежих каналов, по которым старатели сливают техническую воду из клондайка. Так называемые «обратки». Такие каналы в лесу – верный признак работы мотопомпы. Ширина метра 3 где-то. Ну. Мульдозы нам прокопали, но оно где-то метра на 2 еще глубже было, или на метр, как минимум. Может, пешком замыло от клондайки. Повсюду оставленные машины копателей и фишкарей. Сопровождаемые внимательными взглядами местных копателей. Мы возвращаемся ни с чем. Если видят, что ты без помпы, если видят, что ты не милиционер, и ты без помпы, значит, тут можно гулять, просто с тобой никто не будет разваливать. Такая ситуация. Там сидят пацаны по 16 лет в машине вообще, там 15-16 лет, вообще дети. Рядом с ними стоит дырчик, и они даже звук не произнесли. Я подхожу, говорю, мы журналисты и ищем людей, с которыми можно пообщаться, они просто дверь закрыли на лоб. И сейчас как бы ждут, пока мы уедем. Ну, наверное, надо, чтобы они этого дождались. Наблюдая размытые помпами обочины, направляемся в сторону Дубровицы. Дубровица – тихое провинциальное местечко. Но со своими особенностями. Сколько единиц у вас здесь? Вообще, по-моему, около больше 200. Несмотря на блуждающих по лесу копателей, двор местных правоохранителей завален конфискованной техникой. Было взято приблизительно около 100 машин, которые здесь. Некоторым решением суда мы отдавали обратно. Мы приняли на двух районах две организованные преступные гарпировки. Именно от них были там 11-18 человек, другая-13 человек. Костяк здешних силовиков состоит из приезжих офицеров по одной простой причине. Внешне спокойная Дубровица еще год назад была милитаризованным селом, где местные не хотели видеть представителей закона. Дубровица вслед за Клесовым. Приняло тактику партизанской добычи. Теперь они избегают встреч с правоохранителем посредством расставления наблюдательных постов, фишек. Они совершенствуются. Мы учимся. Фишки, да, я же говорю, район большой. Единичный случай тяжело протонтавливать. Как следует, познакомившись со строптивым нравом копателей, местные силовики стараются наладить диалог с жителями Дубровицы. Вы должны понять. Обычные люди, они пытаются лыжить. То есть здесь нет предприятий, к сожалению, и нет места работы, а детей надо кормить. Раньше они ездили на заработки в соседних государствах, в Россию, все. Сейчас, понимаете, военное положение, никто туда не ездит, никто туда ехать не хочет. Карать их, как бы там, по сбавлению воли, все. Ну, вот законодатель решил, что это легкое преступление, я снялась. Стоит только приезжему окунуться в местную атмосферу, и человек понимает всю специфику этих мест. Тут совсем нет работы. Добыча и антаря и вырубка леса остаются единственным источником дохода для местных. Но, несмотря на то, что деньги тут лежат прямо под ногами, родиться в этих местах еще не значит стать богатым. Это дорога областного значения, которая соединяет Ровенскую и Волынскую области. Здесь даже спутники теряются. Бело как бы отрезано вообще полностью. Ты бы не знал, что это было в жизни. Ну, уже пробуксовал трошки. А давай вот эти взлети, хотя бы остановимся, спросим, что копают, не копают. Добрый день. Скажите, пожалуйста, журналисты едем на эти... Клондайк едут рядом, работы ведутся? На Кохотцку. А как туда проехать, скажите? Нас там не застрелять, нет? Не должны? В паре тройки километров отсюда находится село Кохотская Воля. Старый клондайк, который, по слухам, и сейчас работает в партизанском режиме. Мы журналисты, шукаем у хлопцев, которые работают на клондайках. Вы не знаете, где они вообще люди идут? Не знаете? И мы не знаем. Не знаем они. А может вам скажут? У нас же нет клондайков. Нет? Нет. А нам сказали, что есть, значит, бля какого-то моста. Нет. Перед местными жителями тут стоит небольшой выбор. Либо выращивать домашний скот, либо зарабатывать, добывая камень. Проблема нелегальной добычи антаряйта – зеркало украинской системы коррупции, в которой отсутствие правил – лучший способ заработка для тех, кто имеет в руках силу. Появление этих правил наравне с правилами ведения частного бизнеса и будет лучшим сигналом для всех о том, что в стране что-то поменялось. А пока таких правил нет, барометр реформ, который политики пытаются с помощью пиара вывести на показатель, ясно – будет все равно в тени коррупционных туч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова